Еще без двух минут три ничто не нарушает спокойствие музыкальной школы. Муляж бомбы, положенный сотрудникам отдела по безопасности администрации, не вызвал особого беспокойства. Пока... Теперь счет идет на минуты. Педагоги выводят детей на улицу, отводят на безопасное расстояние. После обеда в четверг здесь занимаются 15 педагогов и около 40 учеников. Директор музыкальной школы по списку обзванивает все службы экстренного реагирования. Да, да, Иван Теско. Обнаружено? Пакет, похоже на взрывное устройство. Значит, мы сейчас начинаем эвакуацию детей. Приняла. А кого приняла? Директор Клочкова Ирина Михайловна. Поезжаем. Хорошо. Первыми подъезжают полицейские и, как положено, перекрывают улицу. Пожарные готовятся к худшему, разворачивая рукава. Подъезжает и скорая помощь. Игорь Бессонов, эксперт отдела безопасности администрации Вантеевки, рассказывает о целях и задачах учений. В музыкальной школе с таким размахом антитеррористического мероприятия не было. Но регулярно педагоги проводят противопожарные тренировки. Такие мероприятия вообще нужны делать в детских учреждениях, для того, чтобы дети как бы чувствовали, что все-таки у нас в строении не очень безопасно. Жить так, я считаю. Можно даже вспомнить те случаи, которые были в Грозном, когда была там война, то и в Москве. Это Нортост, можно вспомнить. Беслан, когда было в школьном учреждении, была сделана такая теоретическая провокация. Преподавателям даже это полезнее, чтобы в нужный момент вывезти детей из учреждения. Лабрадор Ситхи готова к работе. Ей 7 лет. За плечами специальная школа. Учение проходит 6 месяцев. Собаку готовят к поиску взрывных устройств в помещении, на местности, в сумках. Реальные вызова были, конечно, но, слава богу, все обошлось без настоящих взрывных устройств, потому что ложные были. Если Ситхи учует взрывчатку, должна принять сигнальную позу, то есть сесть. По словам Станислава Майорова, а он в полиции 5 лет служит, 2-3 раза в год они ищут реальные взрывные устройства. Но сегодня не тот случай, и никакой сигнальной позы нет. Учения завершены, дети возвращаются в классы. Глава города Сергей Гриднев доволен итогами. Спасибо большое пожарной службе, приехали вовремя, развернули в соответствии с регламентом. Детей вывели грамотно на безопасное расстояние, скорая помощь была вовремя, а дел безопасности отработал качественно. Поэтому спасибо большое, считаю, что такие тренировки действительно в городе нужны, и направлены они на обеспечение безопасности жителей города, учреждений города, в данном случае детского учреждения. Эвакуация детей из школы прошла за 3 минуты. Полиция приехала через 9 минут, пожарная и скорая через 10. А 17 апреля под руководством главы города будет проводиться еще одна командно-штабная тренировка. Продолжение следует...